Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, я искренне рад приветствовать вас на Приморской земле. И, конечно, хочу прежде всего поблагодарить за то, что вы нашли время для визита в Приморье. Для нас большая честь принимать такого дорогого гостя. Вы лично сделали огромный вклад в развитие отношений между Республикой Белоруссии и Приморским краем. Но и хочу напомнить, что для нас Белоруссия – это братский народ в силу исторических корней. Где-то около 30% населения Приморского края, так или иначе, связаны своими корнями из Белоруссии. И осваивалось Приморье, в том числе, переселенцами с Белоруссиями. А благодаря вашей поддержке мы наладили еще более тесное экономическое и культурное сотрудничество. Плодотворно работаем по ряду этих направлений. У нас за три года в три с половиной раза вырос товароборот между Республикой Белоруссии и Приморским краем. Если он в 2019 году насчитывал 1,2 миллиарда, то сейчас уже 4,1. И мы видим, что он достигнет в этом году 6 миллиардов рублей. Особенно возросли в том числе и поставки белорусских продуктов. В 2019 году мы начинали со 130 миллионов рублей. Сейчас это уже 1 миллиард. Колбасные изделия, молочная продукция, сыры, кондитерские изделия. Все это востребовано жителями нашего края. И в этом году поставки продукции под подписанным договором достигнут уже порядка 2 миллиардов рублей. И к этому есть все основания. Даже вчера было подписано соглашение между Дмитрием Патрушевым и Игорем Брыло о снятии тех небольших ограничений, которые были по поставкам продукции. Поэтому я думаю, что это даст возможность еще более расширить перечень поставляемых товаров. Также у нас реализуются и товары народного потребления, одежда, мебель. Наши аграрии и промышленники успешно приобретают технику, используют ее. И в этом году мы дополнительно еще приобретем на 3 миллиарда 21 БелАЗ. Нам нужно для работы на наших открытых карьерах на Приморской ГРЭС. Успешно реализуется лифтовое оборудование. Потребность в крае большая, порядка 1383 лифта. Нам нужно до 2030 года заменить. Поэтому мы от 80 до 100 лифтов, как в этом году, мы берем непосредственно в Могилеве, с кем у нас выстроены хорошие рабочие отношения. Но со своей стороны мы наладили и поставки Белоруссию продуктов, морепродуктов, рыбы, борной кислоты. И также объемы выросли в 7 раз. То есть это говорит о том, что никакие расстояния, они у нас довольно большие, более 10 тысяч километров, они не могут повлиять на то, чтобы регионы работали, развивались на взаимовыгодной основе. Сейчас новое направление – это белорусские специалисты, строители, работают на уникальном объекте, на строительстве культурного центра. Вначале это создается непосредственно хореографическое училище, музыкальное училище, там детский сад, школа, интернат. Вот, зарекомендовали себя с положительной стороны. Думаю, что это направление мы также будем расширять, как и культурные обмены между нашими странами. В тех вопросах, где мы сейчас работаем, я думаю, что нам необходимо уделить большое внимание созданию здесь такого сервисного единого центра по обслуживанию белорусской техники. Ширится по многим направлениям приобретение этой техники. И сейчас пошла уже сельхозтехника, нужны там роторные комбайны, нужны дорожные машины, нужны автобусы. Каждое предприятие, поставщик, оно имеет свои небольшие станции по обслуживанию, оно имеет небольшую сервисную сеть, но надо переходить уже на новый уровень. Нужно создавать единый центр, чтобы он мгновенно реагировал на необходимость сервисного обслуживания, обучения, выставочных площадок. К этому сейчас есть все возможности, потому что закрываются рынки поставки со стран Японии и Кореи, что в основном всегда доминировало. Поэтому я думаю, что Белоруссия здесь займет достойное место в сегменте поставки различного рода машин, оборудования, то, что ранее приобреталось по импорту. Вот, поэтому, Александр Григорьевич, мы еще раз приветствуем всю делегацию. У нас наработаны уже давние связи со многими представителями делегации. То есть, наши министры активно работают, поэтому думаю, что Ваша поездка даст также положительные результаты для укрепления наших экономических и культурных связей. Спасибо Вам большое. Огромная благодарность. Выпала такая возможность мне побывать в очередной раз на краю нашего единого Отечества. Президент России, он мне много-много раз говорил, чтобы я обязательно побывал во Владивостоке на острове Русский. Я говорю, ну хорошо, съезжу, посмотрю, очередной памятник, все-таки это от него зависело. Тогда я знаю, как принималось решение. Было непросто. От него зависело, будет обустроен этот остров, будет он таким вот знаковым или нет. И вчера как раз этот момент обсуждали. Все, приняли решение, ничего не будем делать, деньги большие, строить там и прочее. Он, наверное, утром пришел, сел, подумал, нет, надо построить, потому что потом не построим. Он мне вчера рассказывал опять эту историю в деталях. И все-таки я так понимаю, что в России есть знаковые объекты путинского периода. Я их называю памятниками, которые воздвигает глава государства. Все мы что-то имеем такое, что создали во время своей работы. И вот он гордится островом Русским. Еще мне называл несколько объектов. А вчера показал в Амурской области очередной уникальный проект, которым будет не только гордиться Россия, это мирового уровня. И сами технологии аналогов не имеют в мире вообще. Место красивое, мне очень понравилось. И вот он говорит, обязательно тебе надо остров Русский. Я говорю, я пойду во Владивосток, там у нас свои люди надежные, на остров Русский обязаться. Поэтому это, прежде всего, заслуга Владимира Владимировича, что мне честь такая выпала побывать на краю нашего общего отечества. Мы всегда говорим от Бреста до Владивостока. Ну вот, наше общее отечество, на котором существуют сегодня два независимых государства, и демонстрируют возможности построения вот этого единства. Оказывается, как я часто говорил, что вот Беларусь включит состав России. Я говорю, мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее. Правильно вы сказали, санкционный период – это время возможности. Может, я не совсем осознаю так глубоко этот период. Может, наше мнение не совпадает, у нас экономики все-таки разные. Но я рад, что эти санкции нам ввели. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать. И вот сказали, что Патруш, Выигр, подписали, последние сняли ограничения. Это анахронизм. Их вообще в наших отношениях быть не должно было. Но я понимаю, Россия огромная. Не объехать, не обойти. Все хотят здесь работать. Работать. Не только стремятся с какими-то гадкими намерениями. Но, тем не менее, все сюда стремятся. И я понимаю, что и президенту, и правительству было непросто. И тех обидеть нельзя. И этих Турция просит рынок, чтобы продавать там томаты, кто-то еще что-то. И надо всем угодить, потому что со всеми надо сотрудничать. Россия огромная. И Китай тут рядом, что актуально для вас. Япония, Корея и прочее. Ну что ж, они сделали свой выбор. Поверьте, на счастье не только нам, но и вам. Нам почему удобно? Нас не напрягает российский рубль. Я давно требовал, что мы должны переходить на расчетах в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Ну невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста. Сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает. Мы за российские рубли продаем. Да, ну в национальных валютах продаем за российские рубли. Но мы все, что нам нужно, ресурсы, мы покупаем за российские рубли. Да, вчера отмечали с президентом, усложнились взаиморасчеты. Но мы решим и этот вопрос. Уже начали решать. И никому на колени нас невозможно поставить великую эту территорию, где есть все. Есть все ресурсы, есть все сырье, есть высочайшие технологии. Просто она немножко перестроится. И от этого ошалевшего рынка немножко отойти. Что рынок, рынок, все он тут решит. Вы это знаете, что не все решит рынок. Надо, чтобы человек участвовал в регулировании тех иных процессов. Мы особо не бросились в этот омут рыночный. Это вы тоже хорошо знаете. И мы от этого во многом выиграем. Я рад, что все-таки Беларусь будет прирастать Приморьем в экономическом плане. И мы серьезно намерены здесь работать. Я хочу, чтобы вы понимали то, что я говорю, что все уходит корнями в Советский Союз. Беларусь тогда была высокотехнологичным регионом, потому что все ресурсы шли отсюда, через Беларусь. Там были сосредоточены самые высокие компетенции. Перерабатывалось, как говорят, сборочный цех. И продавали на Запад готовую продукцию. Нам приходилось эти компетенции держать на очень высоком уровне. Вкладывались немалые средства. Но я к чему? Что тогда в Беларуси, как я говорю, создали очень избыточное производство. Если бы Беларусь была независимой, мы никогда бы этого не создавали. Ну, к примеру, сейчас я провожу. Зачем нам был БелАЗ? Гигантский завод. Гигантский. Вокруг город построен огромный. Меньше, чем Владивосток, но город. И на БелАЗ завязаны очень многие производства. Почему он нам не нужен? Потому что мы ни одной машины не используем в Беларуси. Но тогда создали это предприятие у нас, благодаря высокой компетенции и трудолюбию наших беларусов, создали и продавали БелАЗ по всему миру. Наука у нас академическая. Мы не разбазарили Академию наук, но это благодаря им. Они не только имеют разработки фундаментальной, прокладного характера. Когда-то я их подталкивал к этому. Они молодцы. Они создают что-то и производят. И когда они произведут товар, готовый, пожалуйста, реальный сектор экономики берет и реализовывает. То есть нам от Советского Союза осталась огромная школа. От Земли до космоса. И я потихоньку эти школы поддерживал. И они оказались востребованы. Поэтому компетенции остались. И вот они сегодня востребованы. Я это долго говорю, чтобы вы понимали, что небольшая Беларусь, но мы можем эти компетенции переносить на эту землю.